Глава 3.2. Региональные и регионалистские партии Региональные партии представляют собой подвид идентичностных политических объединений, в которых в агрегации электората упор делается не столько на идеологическую платформу, сколько на апелляцию к общности избирателей. При этом в региональных идентичностных партиях под такой общностью подразумевается принадлежность к определенной территории и формируемая по отношению к ней общая локальная идентичность электората. Как результат, склонность к территориальной дифференциации заложена в саму суть таких объединений, является их родовым признаком. Чаще всего подобная ориентация в политической активности на конкретную территорию реализуется в этнических партиях, объединенных обособленным ареалом проживания народа, партия венгерского меньшинства в Словакии. Но бывают и конфессиональные, католическая Шинфейн в Северной Ирландии, лингвистические, вальдостанский союз в Италии, представляющие интересы носителей орпитанского языка, эмигрантские, партия, ориентированная на выходцев из СССР в Израиле, и даже скорее культурные, партия Липован в Румынии, региональные партии. Но бывают региональные партии, культивирующие локальную идентичность, не отягощенную этнокультурным своеобразием, свободная партия Зальцбурга в Австрии. Ровно как бывают и этнические партии со слабым региональным компонентом. У территориально необособленных меньшинств, этнических, как у партии цыган в Румынии, или, скажем, конфессиональных, как у африканской мусульманской партии в ЮАР, или партии этнического большинства, индийский национальный конгресс. Стоит заметить, что функционирование в качестве региональной идентичностной партии это скорее один из операционных режимов политического объединения. Так национальная партия Шотландии, выступая в качестве региональной партии на выборах в Великобритании, на местных выборах в Шотландии превращается в одну из электролистских программных партий. Более того, региональные партии на выборах в своем регионе могут формировать локальную партийную субсистему, как во фламандской или волонской частях Бельгии, где у каждого этноса есть региональные партии разной идеологической направленности. Также обычные партии стран ЕС в своей политической деятельности в Европарламенте примеряют на себя инструментарии региональной партии, представляющей интересы преимущественно одной страны сообщества. Очевидно, что политическая платформа региональных партий выстраивается вокруг отстаивания интересов титульного региона или меньшинств. Обычно эти интересы укладываются в следующее направление. Первое. Признание существования обособленного местного сообщества и необходимости сохранения его самобытности. Второе. Разработка мер по защите и развитию культурной самобытности местного сообщества. Третье. Легализация социальной активности местного сообщества в привычных для него укладах и формах, скажем, на его родном языке. Четвертое. Обеспечение участия местного сообщества в политическом процессе в качестве обособленной силы. Пятое. Расширение экономической самостоятельности местного сообщества. Шестое. Передача политических полномочий местному сообществу, означающее наделение его правом законодательной, исполнительной и судебной деятельности в рамках переданных компетенций. Седьмое. Реализация права на государственное самоопределение местного сообщества. Политические объединения, строящие свою платформу вокруг идей государственного самоопределения и сепаратизма, выделяются в отдельную подгруппу регионалистских партий. Из-за такой своей склонности региональные и этнические партии запрещаются в ряде стран, как опасные для их единства. Например, в России.